доброго всем здоровья инсульт или апоплексия или инфаркт мозга эту патологию не зря называют сосудистой катастрофой которая может привести в конечном итоге к тяжелейшим осложнениям инвалидности и даже смерти сегодня мы подробно разберем эту грозную патологию ведь предупрежденный человек вооруженный человек в программе мы узнаем что такое инсульт и его виды причины и следствие этого заболевания что такое транзиторная ишемическая атака методы лечения и профилактики сосудистых катастроф меры неотложной помощи сердечно-сосудистые заболевания всегда лидировали по количеству летальных исходов среди них инсульт прочно удерживает второе место заболеванию подвержены люди всех возрастов и социальных групп прослеживается профессиональная зависимость наиболее часто с инсультами сталкиваются работники умственного труда 40 процентов физического 33 процента люди совмещающие умственные и физические нагрузки 27 процентов тяжелее всего протекают инсульты у женщин среди пожилых представительниц слабого полосмертность после перенесенного инфаркта мозга на 10 процентов выше по сравнению с мужчинами в россии ежегодно регистрируется порядка 400 тысяч случаев инсульта и 35 процентов из них с летальным исходом разобраться в серьезных проблемах инсульта сегодня нам поможет врач невролог руководитель регионального сосудистого центра олег владимир савельев добрый день олег владимирович добрый день в самого начала что же такое инсульт инсульт это острое нарушение мозгового кровообращения которая характеризуется гибелью нервных клеток которые находятся в нашем головном мозге основными видами инсульта являются ишемический инсульт и геморрагический инсульт ишемический инсульт это когда происходит так называемая закупорка сосуда и когда до нервных клеток не доходит достаточное количество кислорода и происходит их гибель это основная и превалирующая часть наших мозговых инсультов. Вторая же категория – это геморрагические инсульты, когда на фоне повышения артериального давления, либо аномалии развития какого-либо сосуда происходит его разрыв и изливание крови внутрь черепной коробки и, соответственно, гибель нервных клеток. Транзиторная ишемическая атака. Давайте, может быть, расскажем нашим телезрителям о симптоматике и что же это такое. Да, на самом деле это одно из важнейших в настоящее время заболеваний, на которые раньше уделялось не так много внимания. Эта транзиторная ишемическая атака тоже относится к острому нарушению мозгового кровообращения. Это так называемое «приходящее нарушение». Оно характеризуется тем, что в течение 24 часов все симптомы, которые появились, полностью уходят. Но самая большая проблема – риск развития инсульта у пациентов, перенесших транзиторную ишемическую атаку, вырастает в десятки раз. Поэтому необходима немедленная госпитализация и дообследование, из-за чего же все-таки это происходит. Сколь яркой не была бы симптоматика неврологическая, точный диагноз можно установить исключительно при помощи специальных методов исследования. И один из самых главных – это магниторезонансная томография. О том, что же это такое, в нашем следующем сюжете. Сущность метода магниторезонансной томографии заключается в воздействии переменного электромагнитного поля на клетки организма и фиксирование сигнала, исходящего от этих клеток во время исследования. Существуют две группы противопоказаний. Первая группа – это абсолютные противопоказания, когда магниторезонансную томографию нельзя проводить ни при каких условиях. То есть это наличие искусственного водителя ритма или так называемого кардиостимулятора, а также наличие кохлеарных имплантов. К относительным противопоказаниям относят в зависимости от конструкции аппарата. Это большой вес и большой объем пациентов. В закрытом типе томографа, как стоит у нас в больнице Симашко, проведение исследований пациентов, которые в объеме составляют более 130 сантиметров, невозможно по техническим причинам. В открытых типах томографов проведение тучным пациентам исследование возможно. Также к относительным противопоказаниям может относиться и клаустрофобия, то есть боязнь замкнутых пространств и панические атаки во время исследования. Магнитно-резонансная томография имеет особое преимущество перед компьютерной томографией, так как есть специальная программа для выявления начальных изменений, то есть внутриклеточного отека в первые минуты после развития инсульта, чего не позволяет сделать антикомпьютерная томограмма. На экране представлено исследование пациента из регионального сосудистого центра с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения с инсультом и как раз таки та программа диффузионно-взвешенное изображение, которая позволяет на первых минутах после развития клиники выявить наличие очага инсульта, вот который представлен здесь таким вот ярко-белым цветом. Олег Владимирович, ну и несколько слов о причинах возникновения этой серьезной патологии. Да, конечно же причины многим уже известны, но еще раз стоит о них повторить. Основными причинами являются это артериальная гипертензия, это сопутствующая патология в виде сахарного диабета, это нарушение ритма сердца, ну и конечно же образ жизни. Все мы прекрасно знаем, что метаболический синдром сейчас выступает на один из первых ролей, ведущих ролей в развитии таких заболеваний, как и инсульт, и инфаркт, и все вместе это сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому наша задача работать над теми факторами, которые мы можем изменить, следить за давлением, больше двигаться, нормально питаться, и тогда риски снижаются в разы. И когда все осложнения, тяжелые осложнения инсульта позади, следующий этап не менее важный, реабилитационный этап. Он включает в себя и лечебную физкультуру, и физиотерапию. Об этом в нашем следующем сюжете. В Крыму для оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения открыта целая сеть специализированных, оборудованных по самому последнему слову современной медицинской науки отделений. Реабилитация начинается буквально с первых минут после того, как пациент поступил к нам в отделение, и мы стабилизировали его состояние. Реабилитация пациента состоит из трех этапов. Первый, второй, третий. Первый этап осуществляется в условиях неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Это первичное сосудистое отделение. Тот неврологический дефицит, который возникает у пациента после перенесенного инсульта, это не приговор. Возможно его восстановление этого неврологического дефицита вплоть до нормы. Осуществляется это с помощью определенных реабилитационных мероприятий. Это занятия лечебной физкультуры, эрготерапия, физиопроцедуры, активизация пациента. А с момента развития клиники ишемического инсульта пациент сразу же должен поступить в первичное сосудистое отделение. То есть вызывается бригада скорой помощи, которая транспортирует его в первичное сосудистое отделение. Наиболее большое значение в данной ситуации имеет время. Если пациент попадает в первичное сосудистое отделение в первые четыре с половиной часа, это так называемое терапевтическое окно, осуществляется процедура тромболизиса, если есть показания и нет противопоказаний, то есть растворение тромба, вызвавшего ишемический инсульт. И если этот тромболизис осуществлен, то вероятность выздоровления пациента наивысшая. По завершении первого этапа пациент при наличии так называемого реабилитационного потенциала и отсутствии противопоказаний, все эти критерии определяются по определенным шкалам, пациент переходит на второй этап реабилитации, который происходит в условиях круглосуточного стационара. Пациент поступает, формируется так называемая мультидисциплинарная бригада, в которую входит логопед, инструктор ЛФК, физиотерапевт, медицинский психолог, врач-невролог, и мы определяем так называемую индивидуальную программу реабилитации. Курс второго этапа реабилитации порядка 14-18 коих дней. Мы смотрим в зависимости опять же по реабилитационному прогнозу, по реабилитационному потенциалу. По истечению нашего срока лечения, госпитализации, пациент переходит на третий этап. Третий этап это амбулаторно-поликлинический, то есть дальше этим пациентом уже занимаются доктора поликлинического звена. Самая главная задача, о чем я хочу попросить всех жителей Крыма. Если вдруг, не дай бог, у вас, у ваших близких, родственников, людей, которые находятся рядом с вами, появились такие симптомы инсульта, о которых мы постоянно говорим, как слабость в руке, в ноге, в руке, в ноге одновременно, нарушение зрения, нарушение глотания, если вдруг перекосило лицо, если произошло нарушение устойчивости, координации. Пожалуйста, у вас есть очень мало времени для того, чтобы доставить пациентов в специализированное отделение и для того, чтобы мы могли оказать необходимую помощь. Профилактика инсульта имеет тоже огромное значение. Борис Анатольевич, я вам скажу, что нервный имеет самое важное значение. Инсульт – это осложнение, и во всем мире это считается осложнением других каких-либо причин, которые к этому заболеванию уже приводят. В первую очередь, хочется сказать, чтобы люди следили за своим артериальным давлением, чтобы люди дозированно и правильно занимались спортом. Обязательно следить за своим питанием, потому что все мы прекрасно знаем, что самое важное, это самая популярная средиземноморская диета. Достаточное количество белков, жиров, углеводов, овощей, рыбы. Слава богу, что мы живем в таком замечательном регионе, который позволяет нам соблюдать эту диету. Сейчас государство делает очень многое для того, чтобы диспансеризация на самом деле проходила очень серьезно. И даже на государственном уровне принимаются решения о том, что этот день включается в рабочий график человека. Вот, наверное, мы и пожелаем в завершении не бояться докторов, приходить к докторам и заботиться о себе. Спасибо, Олег Владимирович. Спасибо, Борис Анатольевич. Как заподозрить инсульт? Чаще всего это общая мозговая симптоматика с нарушением сознания, с потерей сознания, с тошнотой, рвотой, жалобами на интенсивную или менее интенсивную головную боль. Очаговая симптоматика в виде каких-то парастезий, нарушений подвижности руки, ноги. То есть обычно при острых нарушениях мозгового кровообращения нарушается чувствительность или подвижность и в руке, и в ноге справа, или же, допустим, слева. Может нарушаться мимика. Чем быстрее будет оказана помощь специализированная пациенту с острым нарушением кровообращения или с инсультом, тем больше шансов, что данная симптоматика и данное заболевание может быть радикально вылечено. Единственная задача у родственников – это вызвать скорую, обеспечить приток свежего воздуха, богатого кислородом. И если нарушаются дыхательные пути или затруднено дыхание, запрокинуть голову, можно вывести нижнюю челюсть и открыть рот, если он закрыт. Или же уложить этого пациента на бок, в устойчивое положение на боку, для того, чтобы дыхательные пути были проходили. Дорогие друзья, хорошо известно, что все проблемы от головы, а в случае сосудистых катастроф, увы, это горькая правда. Берегите себя, поскольку здоровье каждого из вас, в конечном итоге, это здоровая нация. Прислушайтесь к нашим советам, ну а если еще остаются вопросы, пожалуйста, адресуйте в нашу редакцию или звоните по телефону, который видите на своих экранах. Всего вам самого доброго и, пожалуйста, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok